Всем привет! Компания Арио вас приветствует. Меня зовут Иван. Сегодня у нас на видео прицеп МЗСА822131.402. Это двухосный прицеп с полной массой тонну 800 и грузоподъемностью тонну 300. Прицеп предназначен для перевозки катеров различных других судов. Максимальной габаритной длиной 6,2 метра. Прицеп у нас полностью оцинкованный. Его габаритная длина 7 метров 13 сантиметров. Габаритная ширина 2 метра 36 сантиметров. Имеет две резино-жгутовые оси с полной массой тонну 800. На каждой оси значит у нас по два амортизатора. Колеса здесь стоят у нас R13. Давайте поподробнее расскажу, как обычно, с начала прицепа. Прицеп у нас имеет тормозную систему от фирмы AlcoCover. Здесь установлен у нас тормоз наката. Тормоз наката у нас вот имеет вот такие характеристики. Максимальная полная масса прицепа здесь допустим тонны 500 на 2600. Нагрузка на сцепную головку 100 кг. Это алковский тормоз наката. Стоит цепная головка с нагрузкой максимальной 2700 тяговая и 120 кг на фарклуб. Имеется наконечник сразу для защиты бампера. Вот так вот выглядит тормоз наката. Здесь у нас скоба безопасности. Ручной тормоз, стояночный тормоз. Вот ручка от него. То есть, когда мы прицеп с катером оставляем на стоянке, мы его взводим, чтобы у нас прицеп не катился. Имеется уже штатная светотехника, семиконтактная вилка. Тросик экстренного тормоза будет цепляться за фарклуб автомобиля. На тормозе наката у нас уже есть специальный кронштейн. Он держит вилку, держатель для вилки сразу и кронштейн под опорное колесо. Опорное колесо фирмы AlcoCover. Такое опорное колесо имеет максимальную нагрузку 300 кг, диаметр 60 кг. На дыше установлена лебедка фирмы Knotus с нагрузкой. Рукоятка лебедки может переставляться. Есть два положения. На лебедке используется фал. Фал обычно лучше, чем трос. Поскольку если трос затягивать без нагрузки, то он очень плохо ложится. Скажу сразу, что при установке судна нужно будет сразу отрегулировать положение лебедки относительно дышла. Вперед-назад подвинуть. И высоту можно будет отрегулировать положение носового упора. Здесь он вот такой. И высоту, соответственно, расположения лебедки. Прицеп выпускается заводом МЗСА. Полностью оцинкованный методом горячего оцинкования. Снизу дышло мы видим идет штанга тормозной системы. На прицепах категория с полной массой до 750 кг здесь дышло съемное. Здесь же дышло у нас сваривается. Разводится дыш, травма разводится. Это отражатель габарита по бокам. Приварены петли для крепления стяжных ремней. В этой части установлены крылья оцинкованные, типа тандем. Имеются ступеньки. На них можно будет вставать для того, чтобы залезть в катер. Либо зачехлить катер транспортировочным чехлом, либо перекинуть стяжные ремни. Мощные кронштейны ложементов, с помощью которых можно отрегулировать ложементы по ширине. Рамы и по высоте. На среднем поперечне установлен вот такой килевой ролик. Уравнитель тормозной системы. Четыре тормозных троса. Бывает на прицепах двухосных, что одна тормозная ось только. Здесь на данном прицепе каждая ось имеет тормозную систему. То есть каждая ось тормозная. На крыльях здесь тоже есть повторитель. Габаритного огня. Белый вперед, красный, назад светит. По колесам. R13-175х70. Разболтовка 98х4. Стоят амортизаторы. Фирмалка Кобер. Специальные амортизаторы. Зеленого цвета. Резино-жгутовые оси с тормозным барабаном. Сзади также есть ступенька. За эту же ступень крепится крыло. Сам подрамник к раме прицепа крепится с помощью таких вот скоб. Параметры по оси. В задней части прицепа имеется светотехника на штангах. Эти штанги выдвижные. Имеются два фиксатора. Ослабив которые можно выдвинуть назад фонари. Для того, чтобы безопасно можно было перевозить катер на данном прицепе. Левый фонарь имеет габаритные тормоза, поворотники, задний ход, противотуманку. Место для установки госзнака. Задняя поперечина имеет также телевой ролик приемный. Правый фонарь у нас имеет задний ход. Габариты, тормоза, поворотник. Также треугольный светоотражатель. И скоба такая. Для того, чтобы фонари не разбивать. Соответственно штанги выдвигаются. На штангах установлена розетка, вилка, запас проводов. В задней части рамы также есть кронштейн для крепления противоткатного упора. В целом вот так вот выглядит прицеп. Еще раз повторюсь. Прицеп с тормозной системой. Для перевозки катера максимальной габаритной длиной 6,2 метра. Вот так в целом он выглядит. Спасибо большое за внимание. Удачи на дорогах. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.